Профессиональный бокс хромает в Петербурге, например. Но сама тенденция положительная, особенно в Москве, потому что Андрей Рябинский вкладывает огромные деньги в развитие профессионального бокса, культуры профессионального бокса, которой в России не было никогда. Сейчас она появляется, люди начинают ходить на бокс. Другой разговор, что профессиональный бокс, может быть, становится более популярным, но с точки зрения бизнеса он не окупается. То есть это неприбыльный бизнес в России, потому что телевидение не платит за трансляции боксерских поединков, сильных менеджеров, промоутеров толком нет. Вот единственный Андрей Рябинский. Но все, что он делает, он делает за свой счет или за счет спонсоров, и все его мероприятия и вложения в боксеров не окупаются. А вот в Америке, в индустрии окупаем, огромные деньги крутятся, и это прибыльный бизнес. Вот в чем разница. Но я думаю, что когда на определенном уровне мы достигнем, такая тенденция есть, может быть, и деньги начнем на этом зарабатывать. В СССР не было профессионального бокса. То есть был только любительский бокс. И что душой кривит, так и есть. В Советском Союзе бокс был лучше развит, более популярный был. И боксеры достигали более лучших результатов на мировой арене. Вот. Сейчас тоже, например, я могу судить по Петербургу, потому что Россия страна большая, да, и иногда в каком-то городе все налаживается, а в другом, наоборот, все разваливается, да. Вот. Если судить по Петербургу, то сейчас в Петербурге хорошая поддержка любительского бокса. Опять-таки, она основана на меценатстве. То есть не то, что там из бюджета средства выделяются. Для того, чтобы что-то налаживать, кроме правильных решений, нужно это подкреплять необходимым финансированием, правильно? Вот. Мы уже в материальном мире живем. Вот сейчас у нас есть меценат Максим Владимирович Жуков. Он вкладывает свои средства большие. Естественно, как бы это деньги уходит на бокс, но опять-таки это кладет деньги из собственного кармана. Из-за этого сейчас ребята хорошо содержат и организовывают сборы, и все налаживается. Но до уровня Советского Союза еще очень далеко у нас.